Добрый день, меня зовут Смирнов Алексей, я снова рад вас приветствовать в Московском Доме Книги. Сегодня я расскажу о новинках биографий, то есть о тех книгах, которые рассказывают о людях прошлого и настоящего. И начну я с книги, которая называется «Траектория судьбы. Воспоминания Ирины Антоновой». Кто такая Ирина Антонова? Многим она знакома как легендарный бессменный директор Пушкинского музея. Она была много десятилетий во главе этого музея, где организовывала выставки самых известных в то время деятелей культуры, как Марк Шагал, как Эренбург Илья или жена Матисса, с которой она поддерживала долгие отношения. Она рассказывает в своей книге о том, как она впервые пришла в музей, как она потом стала директором совершенно неожиданно для нее, и она не стремилась к этой должности, как она признавалась, потому что административная работа ее не очень привлекала. Но тем не менее нам она знакома как все-таки директор многолетний, даже многие десятилетия проведший в Пушкинском музее, сделавший из него жемчужину московской культуры и культуры всей нашей страны. Шедевры итальянской живописи я увидела впервые не в Риме, не в Венеции и не во Флоренции, а в Москве. Это была коллекция Дрезденской галереи. Господи, что это были за шедевры? Великие картины. Несколько работ потечели, Сикстинская Мадонна Рафаэля, Венера Джорджоне, Динари Кесаря Тициана. А потом мы вернули в Дрезден 1240 работ, которые оказались у нас в качестве военных трофеев. Работы было много, принять, распаковать. Все картины были упакованы в ящики. Материалов, которые мы сегодня используем, в то время не было. Сейчас ящик с музейными ценностями будет обладать максимальной степенью защиты. Но и тогда все было сделано по максимуму. Реставраторы превосходно поработали. Они где-то достали тонкие белые шерстяные одеяла, в них все и заворачивали. Когда развернули Сикстинскую Мадонну, она была словно в белых одеяниях. Следующая книга, посвященная также искусству, это книга двух авторов Валентина Гафта и Никаса Сафронова «Я и ты». Один писал картины, другой писал стихи к этим картинам. Очень много посвящено картин и стихов Жени и Валентина Гафта. Никас Сафронов дружил с Валентином более 30 лет. Как бы не казалось, это огромные цифры, тем не менее они дружили, поддерживали отношения и очень долго готовили эту книгу, но, к сожалению, книга вышла только уже после смерти Валентины Гафта. Читайте его стихи, вспоминайте о нем, потому что это не только автор, известный нам по своим каким-то афоризмам, по коротким юмористическим стихам. Это еще и серьезный поэт, который написал совместно с Сафроновым, как я считаю, вот эту замечательную книгу. Картины Никаса Сафронова и стихи Валентина Гафта объединяет многое. То, что они встретились под одной обложкой, это не случайность, а закономерность, в основе которой долгая дружба этих бесконечно талантливых людей. Но не только это, а еще многое, что лежит не на поверхности и проявляется в ходе знакомства с этим альбомом-книгой. Две другие биографии уже касаются деятелей французского кино. Французское кино необычное, оно европейское, оно больше авторское, не коммерческое. Но, тем не менее, там появлялись звезды, которые становились всемирно известными. И вот я расскажу одну из этих актрис, которые сыграли большую роль в развитии европейского кино, это, конечно, Роми Шнайдер. Прожила она не большую, короткую достаточно жизнь, но не менее яркую, чем, наверное, другие актрисы, живущие до сих пор. Актриса, ставшая гранд-дамой французского кино, будучи еще совсем в молодом возрасте, ей было, может быть, чуть более 30 лет, но, тем не менее, она уже была признана главной актрисой французского кино в 60-е и 70-е годы. О трагической гибели, о ее сложных личных отношениях, как раз посвящена вот эта книга, вышедшая совершенно недавно и появившаяся на полках в наших магазинах Московского дома книги. Фотографы добились разрешения подойти совсем близко к самолету, на борту которого находится самая яркая из европейских кинозвезд. Они не хотят упустить ни одной подробности предстоящего зрелища. Как только трап опускаются, все они вытягивают шеи и протягивают вперед камеры в надежде сделать самый лучший снимок. Тот, который попадет на первые полосы газет. Они стоят тут несколько часов, и никто уже не чувствует холода, пронизывающего до костей в этот субботний февральский день. И вдруг открывается дверь самолета, и на пороге появляется она, сияя лучезарной улыбкой девушки, которой едва исполнилось 20. Когда она спускается по трапу, раздаются возгласы. Си-си! Роми Шнайдер делает вид, что не слышит. Все ее внимание сосредоточено на будущем партнере. Ален Делон, стоящий у самого трапа, выглядит отнюдь неэлегантно. Слишком просторная, будто с чужого плеча серое крапчатое пальто и съехавший на бок полосатый галстук. Продюсеры снабдили его букетом роз, чтобы он мог достойно встретить ту, кого Уолт Дисней назвал самой красивой девушкой на свете. Ну и второй герой, на мой взгляд, не менее яркий во французском кино, конечно же, это Ален Делон, которого с Роми Шнайдер также связывали непростые личные отношения. Мы о них говорить не будем, говорим о творчестве преимущественно. Вот появилась такая замечательная серия, которая будет рассказывать о многих актерах как европейского, так и американского кино. И открывает эту серию биография, полная хронология жизни Алены Делона, который жив и здоров, и, надеюсь, дай бог, долгие годы будет еще нас радовать своим появлением на телевидении. Но, тем не менее, здесь уже есть какие-то итоги его деятельности в кино, его личной жизни. Книга написана замечательным языком кинокритика Зинаиды Пронченко, которая известна в интернет-пространстве своими замечательными статьями. Вот она теперь решила стать еще и таким вот печатным автором. Парадокс заключается в том, что кино, единственный медиум, умеющий поймать в своей сети и сберечь легкое дыхание времени, способны еще и остановить его неумолимый бег. В кино ничто не проходит бесследно. Увы, самому Делону лицезреть запечатленное время – страшная мука. Получая почетную пальму, в 2019-м он будто попал на свои похороны. Торжественные и чуть снисходительные речи напоминали газетные некрологи. Тягостно, мучительно, неуютно звезде в этом 21-м веке. Поэтому Олен Делон говорит о себе исключительно в третьем лице. Делон-актер и Делон-режиссер остались по ту сторону экрана на другом берегу реки времени. Приходите в Московский дом книги, мы покажем вам еще больше новинок и жанра биографии. Не только. Ваш Алексей Смирнов. Всего самого наилучшего.